Алло, Рахат? Да. Привет, Мухарадан. Салим. Как дела? Заебительно. Да-да-да, видим. Ну, рядом где-то. С прибытием. В нашу полку прибыло, как говорится, да? Ты где, Вене постоянно? Нет. А? Нового ничего нет. Нового ничего нет, да? Я прилетел из Москвы. Из Москвы. Я сначала прилетел из Астаны в Москву, потом из Москвы прилетел накануне, за два дня до этих событий прилетел в Лондон. А там, в смысле, вообще, как рекомендуешь в этой ситуации бороться? Мне, в частности. Ты-то уже... Надо с этими работать. Я через это уже сказал человека. А, с теми? Там одни есть эти американцы и англичане. Они работают вместе со спецслужбами, с этим, с разными. с правительством, с Конгрессом. И в США, и в Лондоне. А, просто нужно... По договору с ними и все, да? Да, с ними договоры все официально. Ну, они всех вытащат. В смысле, они тебе дадут заранее, ты будешь знать их движение все. В смысле, даже переписку. А, вот так вот, да? Да. Ага. Ну, хорошо. Я на них выйду. Переписку потом. А вот, слушай, там вот по Казаги, по всем делам, там много разговоров с Айхоу. Ты там каким-то образом помогаешь американской стороне? Конечно. Ага. Слушай, а может, вместе поработаем по каким-то материалам совместно? Ну, а что ты понимаешь? Что там? Я не знаю, там, но... Ну, с этими тоже можно работать. Ты же напрямую не будешь работать. Там нужно адвоката. Адвоката какого-то там, американского. Через него надо действовать. Не, я имею ввиду, вот какие-то материалы, там, допустим, я бы запускал, да? Ну, с ними, с ними вот это ты можешь обговорить это все. А, они это как раз тоже делают, да? Ну, они все делают, да. Слушай, а... Ну, они тебе все равно нужны без этого. Я думаю, что с тобой-то все равно торговля какая-то идет же. Ты знаешь, торговля-то идет... Через кого-то ведется, что там торговля? Не, там, видишь, как... Это те же самые люди, наверное, что и там с тобой, наверное, общаются, или общались, скажем так. Приезжают там... Ну, да. Ну, что, что, теперь ты заняла, что, теперь будешь возвращаться, что ли? Нет, конечно. Это же неправильно. Нет, нет, возвращаться я не буду. Не надо возвращаться. Ну, я просто не ожидал, меня так поймал. В смысле... Как, кажется, вот тут... Врасплох. Ну, все... Ну, и все врасплох. На самом деле, я, понятно, понимал, что это может быть. Слушай, а мы можем эти какие-то факты вот по этому поводу вытащить? Пусть даже, ну, не прямые, там... Да, да. Какие-то. У тебя есть какие-то доказательства вот этого? Ну, найду. Найдешь? Просто у меня вещь, это очень важно вот для этого получения... Вот, ну, я-то... Политическое перешло. Ну, пока будет. Ну, куда он ездил? Он в Италию съездил, за него вступалась эта госсекретарь. Ага. Лоу Брайт стреляет. За тебя будет стрелять американцами? Лоу Брайт... Ой, кто там это? Хиллари будет вступаться? Ну, не знаю, надо разговаривать. Ну, тоже есть вопросы. Вопросы есть все-таки, наверное, да? Не, вопросы какого плана? Просто, ну, они, ну, 100% гарантию мне не дают. Это что? А, то есть мы, короче, все будем не выездные, да, я так понимаю? Просто нам надо правильно поделиться материалами и это самое, координировать там, ты, допустим, условно, там, я здесь и еще где-нибудь там, в трех-четырех странах. И запарить его исками? Да. Ну, и исками потом всякими, надо вот эти, там, где он куда приезжает, там протесты надо делать. А, акции протеста, да? Там не надо много, там, пять-десять человек протесты. А он вообще переживает, переживает, да? Да, нервирует. А, вот так вот. А ты там... А ты там... А ты там... Организовал, да? Да. А ты в каких городах организовывал, в странах? В Будапеште. Ага. Организовал. Ага. Ага. Потом где еще? В Сирии. Даже в Сирии? Ну, такие варианты. Все равно через Америку же надо действовать. А ты с собой что, американцы как они? Не, у меня, видишь, с администрацией... Заскакивают же сразу? Не, у меня с администрацией Буша с ними такие постоянные контакты достаточно хорошие были. С моей тюшкой. Ну, и с Кандализы, и Кандализы, и Мэтью, и там вся эта команда. А... И старые вот демократов, ну, видишь, они сейчас не при власти, вот, обрайт были контакты. Вот, довольно много контактов было. Ну, а вот с новой администрацией я еще с ними не выстраивал отношения. У тебя есть там контакты с ними? Ну, вот через этих есть, Американцы. А, через тех ребят, да? Да. Угу. Ну, а американцы вообще что, как будет, вообще какая политика у них будет относительно Казахстана? Да, и лучше. Использовать ситуации? Да, да. Там линии используют. Видишь, мне нужны такие серьезные материалы, чтобы, ну, понятно, текущие там все будет. Мне нужны серьезные материалы, которые там... Может быть твою книгу, кстати говоря, ее там... Показывать фотографии, архивы и то, все. Слушай, а вот у тебя есть какие-то материалы? Может слепить какой-то фильм документальный, еще что-то? У меня, в принципе, канал готов. Просто я сейчас набираю массу материалов. А его, этот, надо... не надо его сразу травить. А как? Его поэтапно надо. Поэтапно? Не надо сразу там в шатк, в грязь. Надо, чтобы людям интересно. Ну да. Чтобы он приглянул, чтобы аудиторию забыл. Ну, я не знаю, тут против себя лишь. Не давать им надо возможности. Ага. Они же слушают тебя из них. Ну да, наверное, да. Ну, тут скайп, они от кача не слушают скайп. Без проблем. Центр у них тут, в Англии. В смысле, давать им возможности нужно. Да, они тебя точно разрабатывают. Это как пить, да? Угу. И с ними надо какой-то контакт тебе организовать. Да, уже начал я. Угу. 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 Ясно. Угу. 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 Я думаю, не пожалеешь. Ладно. Слушай, а с тобой вот как контакт поддерживать? Ты же понимаешь, что там бесполезно бодаться? Это я понимаю, да. Что там бороться? Надо наоборот сейчас жмиху поднять, что я не признаю этот суд и все. Все, что он у меня, это делается. Отзыви я у этого, как его? Адвоката, да? Угу. 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 Да, его все равно никуда и не пускают его. Ни материалов нет, ничего. Тем более, все, отзывай. В связи с тем, что его не пускают, отзываем. Угу. А потом, чтобы его за уши не притянули в суд. Угу. Хорошо, понял. Да. Хороший совет. Хороший совет. Ага. Вот это ты обязательно вытащи, потому что ты сейчас будешь, у тебя адвокаты будут строить задачу, что суд в Казахстане не соответствует, что Казахстан не подписал европейскую. Конвенцию. Не харди, а европейские по правам человека. Соглашение, что ли. Ну понятно. Соглашение, по-моему. Угу. Угу. Россия подписала. Слушай, а вот они там не пытались твои деньги арестовать и так далее? Там же вот этот Иорданец, и кто он там, Ахмед, да? Или как его? Я так понимаю. Не пытались арестовать твои деньги? Да. Заморозить активы и так далее? Да. Пытались, да? А ты встречный не пытался их арестовать? Нет. А как ты можешь их арестовать? Ты не сможешь это арестовать? Как ты можешь их арестовать? Суд только, когда есть решение суда будет. Нет. Суд подавать в встречный суд. Его разблокировать? Нет. Они тебя не пытались, твои счета арестовать? Ну, пытались, но ничего. У меня проверили, в Австрии проверили, например, полностью. У меня решение суда есть, австрийского, что проверили меня, что у меня деньги чистые. У меня заморожены были счета месяц. А было такое, да? Да. Потому что очень легко закрыть твои счета по европейскому законодательству. Если они тебе отмывание денег, вот это все будет. Слушай, а если там в Казахстане поймут, что мы там о чем-то с тобой договорились, там совместно действие начинаем, как у них реакция? Ну, дергаться будет. Дергаться будет. Ну, тебе там... Оппозиция тебе это орден за большой вклад. Ты же знаешь, что это за оппозиция? Знаю, конечно. Я специально потом... Я же не хотел их трогать вообще. Не трогал же их. Ну, ладно, кукарекать. Ну, блин. Ну, а кто? Кто у нас в оппозиции представляет? Никто не представляет реально? Никто же не представляет. Ну, потом поговорим. Ну, давай. Я сейчас отмываю. Ладно. Если ты в скайпе будешь, я потом давай покажу. Ладно, хорошо. Ага, ну давай.